На заседании Государственного Совета был рассмотрен отчет о реализации программы развития Казанского Федерального Университета в рамках проекта «Приоритет 2030» и о вкладе крупнейшего вуза страны в социально-экономическое развитие Республики в 2023 году. В работе сессии принял участие премьер-министр Республики Татарстан Алексей Писошин, члены правительства и приглашенные гости. Провел заседание председатель Государственного Совета Фарид Мухамедшин. Обсуждение вопросов реализации программы развития КФУ в Государственном Совете стало традиционной практикой. Казанский университет является участником федеральной программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030» и ежегодно отчитывается о проделанной в данном направлении работе. Информацию по итогам прошедшего года представил первый проректор. Проректор по научной деятельности Казанского Федерального Университета Дмитрий Таюрский. В разрезе национальных оценочных систем университет занимает восьмую позицию в рейтинге Интерфакс плюс две позиции за три года, а также стабильно входит в топ-20 лучших вузов страны по версии эксперт РАЕКС. В топ-5 лучших вузов страны университет входит под таким предметным направлением рейтинга три миссии университета, как география, педагогическое образование, биология, химия, нефтегазовое дело. По ряду важных направлений, объемом НИОКР, иностранным обучающимся программам, дополнительно профессиональным образованием, слушателям цифровой кафедры и омоложением кадрового состава мы идем с заметным опережением и вышли на лидерские позиции в стране и по территориальному, и по исследовательскому треку. Дмитрий Таюрский подробно рассказал о ключевых показателях, рейтингах и достижениях вуза. На протяжении последних трех лет КФУ стабильно присутствует в топ-400 авторитетного международного рейтинга QSWUR. Сегодня вуз занимает 396-ю позицию в мире и пятое место по России. Казахский университет также входит в топ-100 лучших вузов мира по направлению нефтегазовое дело, занимая сегодня 40-е место в мире и второе по Российской Федерации. Также КФУ входит в топ-150 этого рейтинга по таким направлениям, как образование, лингвистика, английский язык, фармацевтика и фармакология, сельское и лесное хозяйство и история. Университет является лидером как по числу заявок, так и по количеству победителей федерального конкурса студенческих стартапов не только в республике, но и в стране в целом. Университет является лидером как по числу заявок, так и по количеству победителей федерального конкурса студенческих стартапов не только в республике, но и в стране в целом. Мы существенно переросли по количеству зарегистрированных результатов интеллектуальной деятельности, более 160 новых объектов интеллектуальной деятельности. Прорыв достиг в экспорте образования. Сформирована сеть подготовительных факультетов с охватом более 7 тысяч слушателей. Созданы филиалы в Египте и Узбекистане. Это позволило существенно на 23% повысить доход от экспорта образований и довести его в ушедшем году до 1 миллиарда 300 миллионов рублей. Отдельно Дмитрий Таюрский остановился на вкладе вузов социально-экономическое развитие республики. По словам проректора, численность обучающихся учителей, врачей, госслужащих, IT и иных специалистов по заказам республики вплотную приблизилась к 31 тысяче человек. В 2023 году в рамках подготовки и переподготовки кадров для республики Татарстан университет нарастил контингент обучающихся по направлениям подготовки педагогических кадров, инженерных специальностей, а также в сфере инфокоммуникационных технологий. Объемы оказанных университетской клиникой услуг выросли как в рамках стандартных медицинских процедур лечения, так и по направлениям высокотехнологичной медицины. Почти 26 тысяч человек прошли стационарное лечение в медицинском подразделении вуза. Это наша гордость. Казанский университет. Наша история, честно говоря, и будущее тоже связываем с такими университетами, как Казанский университет. И постановка вопросов обучения, и переподготовки кадров, что тоже не важно, Дмитрий Альбертович, это тоже в ваших, так сказать, планах вашей работы. Подготовлен проект постановления, коллеги, комитет рассматривал этот вопрос, значит, направленный на то, чтобы поддержать усилия этого университета. По итогам отчета прозвучали вопросы, которые касались в частности размера студенческой стипендии, закрепления выпускников, а также подготовки кадров для преподавания на татарском языке. Елизавета Газизянова, Универ Новости.